Приветствую всех на моем канале. Сегодня буду торт оформлять белково-заварным кремом. Ссылка на рецепт крема всегда внизу в описании под видео. Как сделать этот крем ручным миксером, а также как сделать его планетарным миксером. Торт я обтянула также белково-заварным кремом. Отправляю его в холодильник и приступаю к изготовлению цветов. На кондитерский гвоздик отсаживаю подушку. Затем насадкой номер 80 буду делать лепестки. Кому нужно, насадки я покупала на Алиэкспресс. Ссылки также есть внизу в описании под видео. Лепестки определяю немножко вертикально. Это первый ряд. Если где-то кто-то чуть вниз смотрит, либо вверх, не переживайте. В процессе, благодаря следующему ряду, они будут смотреться более ровненько. Если крем хороший, плотный, устойчивый получился, то эти цветы у вас точно получатся. Теперь снизу уже держу насадку ровно и делаю снова вот такие лепестки. Эти цветы делать очень просто, легко. Главное понять, как правильно нужно держать насадку. Ну а также немаловажно, чтобы был плотный, хороший, стабильный крем. Вот такая ромашка получается. Надеюсь, похожа на ромашку. Напишите в комментариях, становится ли похожа на ромашку. Серединку я припылю зеленым красителем-распылителем. Кому нужно, где покупала, тоже будут ссылки в описании под видео. Прямо в серединку немножко напыляю. И затем насадка-звездочка, маленькая насадка-звездочка, делаю сердцевину цветка. Насадки номера нету, поэтому, к сожалению, сложно сделать. Вот такая ромашка получилась. Мне очень она нравится, очень напоминает реалистичную. И затем при помощи ножниц я снимаю и всегда отсаживаю сразу на какую-то дощечку. Делаю несколько видов цветов, либо там одного вида, а затем уже я их определяю на торт. Для того, чтобы было мне легче распределять цветы, я сделала вот такую полоску возвышенности. И потом в процессе буду поворачивать цветочки в разные стороны, чтобы они смотрели и во внешний торт, и во внутреннюю сторону торта. Не обязательно этого сделать. Можно отсаживать цветок и под него уже делать подушечку. Тут кому как удобно. Я иногда делаю так, иногда так. Зависит от настроения, наверное. Цветочки я всегда отсаживаю ножницами, а затем какой-нибудь шпажкой, палочкой, либо еще чем-то помогаю им и помогаю снять их с ножниц. Для многих белково-заварным кремом выровнять торт крайне сложно, поэтому могу с точностью сказать, что вы можете выровнять торт к чизам и сделать цветы уже из белкового крема. Конечно, белково-заварной крем имеет смысл освоить и научиться его делать, так это вам позволит работать в разной ценовой категории, но при этом зарабатывать одинаковую сумму, что вы будете делать исключительно на чизи и топерах, либо с белково-заварным кремом. Теперь я отсаживаю листочки. В листочке у меня также идет насадка без номера. Покупала их набором, несколько разных. И они были без номеров. Эта насадка мне больше всех нравится. Из нее получаются самые реалистичные цветы. Листочки точнее. Неправильно сказала. Теперь я сделаю бордюр той же насадкой звездочка, которая делала серединку ромашки. И вверху сделаю вот такую окантовку с этой же насадки. Вот такой тортик получился. Пишите в комментариях, понравился вам, либо нет, чтобы вы здесь оставили, что убрали. Всем спасибо за просмотр.